Перед нами ноутбук Asus модель X501U Перед разборкой обязательно вытаскиваем аккумуляторную батарею В этом ноутбуке клавиатура встроена в верхнюю панель ноутбука поэтому разборку будем осуществлять снизу Для этого мы выкручиваем все болтики, которые видим на нижней панели их тут раз Два Три Четыре Четыре Пять Шесть Шесть Семь Восемь Девять Десять И одиннадцатый У нас все болты одинакового размера поэтому я все складываю в один отдел если болты имеют разную длину и диаметр то лучше их сортировать Так у меня не все имеют одинаковые размеры и диаметр вот два болтика болтика потолще Скорее всего угловые Так После этого смотрим что все болты выкручены посмотрим нет ли болтов вот под этими резиночками иногда прячут под них болты так под этой нет Это у нас комбинированные заглушки и ножки под этой нет и под этой соответственно тоже не будет так теперь берем открываем его Теперь для следующей операции нам нужна пластиковая карта Обычная пластиковая карточка Так При помощи ее мы разделяем отделяем верхнюю панель от корпуса ноутбука так постепенно ее отборсовывая и протягиваем и отщелкиваем защелки которые расположены по перебетру так тут мы их открыли сразу высоко не поднимаем потому что возможно там какие-то соединительные провода либо шлифа их можно повредить что-то как-то левой рукой не сильно получается так здесь мы так сделаем вот отсюда вот так карточку карточку сильно не засовываем где-то примерно максимум пол сантиметра так все все укатилось теперь осторожно приподнимаем здесь что-то у нас держит смотрим что тут может держать так тут вроде как ничего не видно что-то что-то уже отломалось и летает тогда осторожно приподнимаем его и смотрим то где крепится клавиатура что может держать верхнюю половинку оп так все снялась она у нас теперь смотрим клавиатура клавиатура и шлейф у нас там один виден так в принципе здесь можно вот так его перевернуть аккуратно и можно вытащить шлейф один то есть тут крепятся они на таких защелочках которые мы поднимаем вверх плоская отвертка либо можно ногтем все у нас тут отвалилось шлифаете выпали клавиатура тут встроена верхнюю панель но я такие клавиатуры можно заказывать отдельно и туда встраивать это дольше но дешевле так все вот у нас отдельно клавиатура с верхней панелью убираем ее чтобы не мешало так здесь мы видим жесткий диск вот эта батарейка биоса у нас скорее всего колонки так вот эта система охлаждения тонкий вентилятор это у нас полу-нетбук 14 ведьмого без привода поэтому греется он не сильно система охлаждения не громоздкая так я этот ноутбук разобрал для того чтобы посмотреть почему не работают колонки этот ноутбук пришел из ремонта сервис центра Asus вот у нас сервис центр так сервис так 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 тын-тын-тын-тын-тын сервис находится в городе москве ремонтировал товарищ Михайлов то есть товарищ Михайлов прислал нам этот ноутбук после ремонта не подключив разъем колонок то есть привезли нам этот ноутбук отремонтировали материнскую плату а колонки не подключили то есть клиент был очень сильно недоволен этим поэтому мы не будем его еще раз отправлять в Москву сами устраним данный дефект соберем его и отдадим клиенту так ну что тут еще мы видим вот разъем крепления матрицы матрицу мы разбирать не будем это трубка охлаждения это жесткий диск на 500 гигабайт ну и все в обратном порядке как мы его с вами разбирали так же и собираем приступаем к обратной сборке берем верхнюю панель с клавиатурой ставим ее это удобнее делать удобнее делать так давайте вот так его положим посмотрим длину шлифов длины шлифов хватит так вот после сборки этот шлейф теперь гармошкой хотя я думаю изначально он был примерно как вот этот ровненький весь подключаем синенькая полоска вверх и контактами вниз то есть туда устанавливаем его здесь есть вот за что браться инструмент но мне удобнее просто подпихнуть его туда устанавливаем устанавливаем его в разъем и захлапываем разъем так же с клавиатурой шлейф устанавливаем туда сюда его раз раз что он ровненький и просто захлапываем все так больше мы ничего не отключали единственное что вот этот шлейф как-то криво криво собирается когда я кладу клавиатуру смотрю чтобы он более-менее ровно лег все теперь мы закрываем крышку и осторожно начинаем надавливать чтобы захлапывали защелки когда основные защелки захлопнулись мы уже начинаем давить чуть-чуть сильнее чтобы все остальные защелки захлопнулись все тут у нас вроде как ровно все снизу можно еще подавить что там защелок одна на одной так теперь вот здесь здесь тоже есть защелки но они все защелкнулись все переворачиваем и начинаем в обратном порядке закручивать болты болты закручиваем не в обратном порядке а как как нам нравится единственное надо найти где толстый то есть два толстых болта по углам справа справа вот здесь толстый болт и вот слева толстый болт это они крепят кронштейны матрицы все остальные болтики у нас одного диаметра и одной длины поэтому просто вкручиваем свободные разъемы свободные места и затягиваем их и вкручиваем и вкручиваем все после того как собрали все проверяем осталось линейки запчастей и можно вставлять аккумулятор аккумулятор ставили и запускаем ноутбук включаем и он у нас включается ну все значит мы все сделали правильно все спасибо за внимание всем до свидания